Добрый вечер, мы снова вместе в студии Екатерина Абрамова. Вот что было главным на этой неделе. День независимости. Под флагом в вышиванке. Именно так называется это шествие. В этом году впервые рубаха с национальным узором придала особый колорит главному государственному празднику страны. А у белорусов появился еще один повод для торжества День вышиванки. Здравствуйте, я обучусь к рукам, я справа все свежие. Участники приехали со всей страны. Минск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев. Такого от первого в истории Беларуси шествия даже организаторы не ожидали. Флэш-мобы, стрит-арт, фолк-ярмарки, аквагрим и даже боди-арт в национальном стиле. На память каждый мог приобрести себе что-то очень белорусское. Это майка с национальным узором. В стране такая одежда получила название «высшая майка». Кстати, только ими дело не ограничивается. Прямо здесь на ярмарке можно купить много самых разных и очень ярких аксессуаров. Часы, кошельки, бижутерия, сумочки, бабочки и даже чехлы для мобильников. Вышиванка в тренде не только в праздник. Тон задает президент. Недавнее видео с участием Александра Лукашенко, который сел за руль трактора «Беларусь», вызвало шквал откликов. И вопрос, что в большей степени заинтересовало зрителей – высший пилотаж в управлении машиной или президентская Васильковая вышимайка? Да, это наш традиционный орнамент, используемый с давних времен. Просто, что это все-таки не вышло напечатано. Придумал и разработал вышимайку для Лукашенко молодой дизайнер Андрей Чимбар. Его фирменный стиль – смешение исконно белорусских мотивов с популярными во всем мире трендами. Коллекция разошлась первая, как пирожки. Некоторые дизайны мы повторяли 3-4 раза. Всего же только на этом швейном предприятии уже выпустились десяток коллекций с национальным узором. Футболки, платья, туники, свитшоты и даже носки с белорусским орнаментом. Носок с довольно активным рисунком, очень сложный узор, поэтому он вяжется дольше, чем обычный носок с простым рисунком. Национальными узорами украшают проспекты. С белорусским орнаментом делают татуировки. А под Новый год даже главная елка страны. И та в вышиванке. А это форма для спортсменов, которые совсем скоро отправятся на Олимпиаду в Рио с элементами вышиванки. Что не узор, то символ со своим сакральным смыслом. Тем же, что и у предков. Успех, благополучие и, конечно, дружелюбие. Такой подход к спорту оценил президент. Я и жесткое решение принял. Эта форма должна быть в свободной продаже. Чтобы каждый человек, если у него есть желание, мог купить эту одежду. И тем самым приобщиться к Рио и вообще к спорту. Доктор искусствоведения Евгений Сахута рассказывает. Белорусы сохранили орнамент в первозданном виде. Белый – цвет чистоты. Красный – цвет солнца и символ жизни. Понимание уникальности нашей культуры, которая выделяет нас как народ среди других европейских народов, и привела к тому, что внезапно за несколько лет наше сознание перевернулось. При этом, к счастью, мы опомнились раньше, чем успели все потерять. Теперь потерять не позволит официальный праздник. Причем участвовать в нем может кто угодно. Покупают вышиванки не только белорусы, но и гости из других стран. Кстати, теперь, когда спрашивают, какой сувенир везти из Беларуси, к прежнему списку, не задумываясь, добавляют вышиванку. Наталья Казеева, Дим Трусов. Программа «Вместе. Беларусь». Дим Трусов. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова